Друзья, добрый день! Сегодня у нас необычный вебинар. Сегодня у нас очень много людей, пришедших не через рассылку Директ Академии, а непосредственно от NanoCAD. Поэтому я сделаю несколько вводных слов. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа и постоянный ведущий Директ Академии. Сегодня мы пригласили к нам в эфир Дениса Александровича Ожигина, технического директора компании NanoSoft. И он нам расскажет про NanoCAD. Если быть точным, тема нашего сегодняшнего вебинара – универсальный комплекс для проектировщика саппроплатформы NanoCAD+. Но прежде чем передать слово Денису, я хотел бы сделать несколько объявлений, связанных с функционированием Директ Академии. Директ Академия – это медиаплощадка для бесплатных вебинаров, и мы проводим вебинары каждый день. В самом начале чата расположены четыре полезные ссылки. Пожалуйста, посмотрите на них. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академия.ру, и главная его страница – это страница расписания. На этой странице расписания внизу, ближе к ее концу, есть такое расписание на весь год в интерактивной форме. Вот в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца учебного года, до конца июня года. Всего у нас пока запланировано 160 вебинаров, включая прошедшие с сентября. Ну а, скорее всего, мы где-то придем к 190 вебинарам в год. То есть это огромное число. Мы проводим вебинары каждый день, кроме праздников и выходных. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где уже расположено записи более 350 наших вебинаров, которые мы провели за все время существования Директ Академии. И сразу предвосхищая вопросы, запись этого вебинара через некоторое время тоже появится на этом канале, в плейлисте вебинары. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всего. Да, я особо стараюсь вам это рассказать, потому что много людей, которые ни разу не были в Директ Академии. И я надеюсь, что вы теперь к нам будете ходить, потому что Денис, насколько бы он хорошим докладчиком не был, он не единственный наш интересный докладчик. И я очень хотел бы, чтобы вы к нам теперь ходили. Третья ссылка ведет на сайт Директ Академии на страницу онлайн-курсов. Мы проводим онлайн-курсы для наших слушателей. И сейчас 8 онлайн-курсов у нас уже предложено. Один из онлайн-курсов, курс Натальи Логачевой, должен пройти уже совсем скоро. 7 ноября он начнется. В общем, для всех, кто любит учиться онлайн, есть наше предложение от Директ Академии и от компании Директ Медиа. Ну и, наконец, последняя строка ведет на страницу выдачи сертификатов. Каждый из вас сможет за очень небольшую плату, 129 рублей, приобрести после окончания нашего вебинара сертификат о том, что он принял участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Ну и так, сейчас посмотрю, были ли вопросы. Нет, пока все здороваются только. Чтобы было удобно докладчику, я вам предлагаю вопросы, в отличие от реплик, помещать в вкладку часа вопросы. Вот, тогда Денису будет проще ориентироваться с вопросами, которые будут возникать в чате. Впрочем, я думаю, что и в общем чате он тоже просмотрит течение чата и найдет там то, что вы хотели. Значит, для тех, кто впервые в вебинарной комнате Мерополиса находится, я хотел бы рассказать о том, как вы можете скачать... Давайте еще раз проверим, насколько хорош звук. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Ну, значит, это, видимо, особенность канала к коллеге. То есть, интернет на той стороне. Надеюсь, что улучшится со временем. Так, значит, как скачать презентацию? Денис предоставил презентацию для скачивания. Поэтому поступаем так. Ну, кто знает, прошу простить, что я потрачу лишние несколько минут. Так, Денис тоже меня простит, я сотру потом. Буду рисовать поверх его картинки. Вот, смотрим примерно вот так вот, наверх и вправо. И видим ряд кнопок вебинарной комнаты. Первая из них слева, поднятая рука, она нам не нужна. Смотрим, у меня она пятая подряд слева кнопка, у вас может быть немножко по-другому. Серое, изображение серой папочки. Нажимаем на нее, показать ресурсы называется. Нажимаем на нее и открывается окошко ресурсы. В этом окне ряд строк. Те строки, которые с синим земным шаром слева, значок, это ссылки. По этим ссылкам вы можете перейти. И это ссылки от Директ Академии. И ссылки, те ссылки, которые Денис предоставил, о которых будет говорить. А вот строка с зеленым значком слева, это как раз сегодняшняя презентация. Можно нажать на этот зеленый значок и появится предложение сохранить презентацию. Обращаю внимание именно на зеленый значок, а не на название презентации. Ну и наконец, так, стираю, чтобы Денис не обижался. И наконец, я хотел бы представить три следующих вебинара, которые у нас будут. Будут они завтра и уже после праздников. Вот эти вебинары копирую прямо из своей таблицы. Поэтому, может быть, немножко странный вид такой будет. Ну, в целом, понятно. Завтра будет вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, нашего постоянного ведущего по треку онлайн-обучения. Будет называться «Как задачу поставишь, так и решишь. Основы создания эффективной интерактивности». Шестого, сразу после праздника, у нас будет очень интересный спикер Юрий Майский. Его вебинар «Хорошо говорим. Голос и речь как инструменты педагога». Ну и наконец, седьмого числа, в бывший наш праздник, выступит Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа. «Книга знаний, перспективы и форматы в бурное время трансформации медиа». Все наши вебинары мы стараемся делать в 12 часов, то есть в полдень по Москве. Приходите, и будет интересно. Я заканчиваю свою затянувшуюся вводную часть и передаю слово Денису Ажигину для того, чтобы он провел сегодняшний вебинар. Денис, прошу на связь. День. Здравствуйте. Меня видно, слышно? Супер, хорошо. Так, у нас 103 участника. По идее, вы должны видеть мой рабочий стол, должны видеть презентацию. И я, в общем, готов начать мой доклад. Моя сегодняшняя презентация будет посвящена платформе Nanocad+. Мы являемся разработчиками этой платформы. И в какой-то степени этот вебинар получится, наверное, рекламный. Хотя я постараюсь все-таки уйти от чистой рекламы. Я хотел бы, чтобы это звучало больше как информационный доклад. Я постараюсь объяснить, что мы делаем, зачем мы делаем, для кого мы делаем и почему это важно с нашей точки зрения. А вы уже будете судить, насколько это действительно важно и интересно. Итак, универсальный комплекс для проектировщика с аппарат-платформой Nanocad+. Сначала пару слов. Да, я показываю сейчас презентацию, потом буду показывать в какие-то моменты, буду делать включение, буду показывать рабочий стол и Nanocad вживую. Потому что любые программы, на мой взгляд, нужно показывать вживую и их изучать вживую. Поэтому это будет более правильным путем. Хотя база будет, конечно, презентация. Сначала первый слайд будет посвящен нашей компании. Кто мы такие, откуда мы взялись. Компания Nanosoft. Мы российская компания, работаем официально как компания Nanosoft именно с 2008 года. Это год основания нашей компании. Но в целом люди, которые организовали эту компанию, работают на рынке саппар с 1989 года. В общем-то, почти все время, пока существует саппар, потому что там 1984 год. На Западе появились первые саппар-системы. Мы где-то примерно с 1989 работаем. Я лично в компании работаю с 1997 года, с институтских времен. Учился в МГТУ Станкин, кафедра САПР. И, в общем-то, это моя специальность, чему я очень рад, что тем, на что учился, тем и занимаюсь. Соответственно, компания Nanosoft. Специализируемся мы, мы IT-компания, мы занимаемся компьютерами, мы почти все инженеры в основной своей массе. И специализируемся на создании систем автоматизированного проектирования. С 1997 года лично у меня уже огромный опыт работы с российскими проектными подразделениями крупнейших компаний. Там Роснефт, Росатом, Газпром, Рауес. То, что раньше было Рауес, сейчас трансформируется в различные другие компании. И так далее, так далее, так далее. Проектировщиков в нашей стране, слава богу, много. Работы много и интересное взаимодействие. Сама по себе компания Nanosoft сейчас объединяет... Ну, Nanosoft это один из брендов. Мы объединяем, на самом деле, несколько брендов и несколько компаний. У нас 8 групп разработчиков, расположенных в 6 городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Калининграде. Каждый со своей маленькой специализацией. В целом у нас где-то порядка 140 инженеров, которые работают на сапровском рынке, как я уже сказал, более 20 лет. В целом компания, понятно, не только инженеры, здесь еще и преподаватели, и продавцы, и люди, отвечающие за развитие деятельности. Биллерской сети, за сопровождение, техническую поддержку. Порядка 500 человек, наверное, нас в целом, если так вот оценивать нас в общих чертах. И мы всегда работали на рынке Саппор. Мы занимаемся разработкой двух программных продуктов, Nanocat и Norma.cs, если говорить о Norma.cs, конкретно. Вернее, она на софт-компании. И занимаемся еще дистрибьюцией западных решений. Архикад, Mentor Graphics для проектирования печатных планов. Архикад – это архитектурное проектирование. Тримбл, PTC, продукты C-soft Development и так далее. Я хотел бы этим слайдом показать, что мы объединяем в себе такое знание Саппор направления, знание IT-компетенций, которые не только в нашей стране развиваются и разрабатываются, но, конечно же, изучаем, что происходит на Западе, и стараемся их приносить сюда, в страну, для того, чтобы автоматизировать и улучшить работу наших российских проектных подразделений. Это вот наша основная ключевая задача и миссия, как мне кажется, на нашем рынке. Соответственно, моя презентация посвящена Нанокаду, но я понимаю, что не все знают, что такое Нанокад, и не все погружены в специфику нашей области, поэтому я хотел бы чуть-чуть начать издалека. Вообще, что такое Саппор-система? Об этом был мой доклад год назад. Вы можете, в принципе, в видеозаписях посмотреть вебинар мой предыдущий, где я рассказывал в целом о том, что такое Саппор, куда оно движется. Такой философский был вебинар. Но здесь такая краткая выжимка. Что такое Саппор? Саппор – это основной инструмент инженера-проектировщика, то есть тех людей, которые проектируют все то, что окружает нас вокруг. Стол, дом, дороги, машины, механизмы – все нужно сначала придумать, сначала нужно спроектировать, продумать, как они будут функционировать, и потом только построить, воплотить в жизни. Собственно, с развитием… Раньше это все делалось на Кульманах, сейчас это с развитием технологий, с развитием сложности проектов, с развитием IT-инфраструктуры. Понятно, что проектирование уже ведется не вручную, не на Кульманах, а на компьютерах. И, соответственно, потребовался целый класс специализированных программных продуктов, которые помогали бы проектировать, помогали бы проводить расчеты, помогали бы согласовывать информацию между собой. В прошлый раз я тоже показывал этот объект, это башня на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Такой вот интересный архитектурный проект, но надо понимать, что за вот этим красивым зданием стоит огромное число расчетов, огромное число инженерных решений, конструкторских решений, таблиц, спецификаций, чертежей, расчетов, которые должны быть согласованы между собой, которые должны помогать при создании этого объекта, при продумывании этого объекта. И все это создается, конечно, с помощью современных саппор-систем. Без этого невозможно никуда. Соответственно, какие виды саппор-систем существуют? Я потом чуть-чуть спозиционирую на подобной диаграмме, где находится нано-кат. Но в целом, сейчас, если говорить о рынке, то на мой взгляд сейчас выделяется три типа саппор-систем. Первая саппор-система – это проектирующие, то есть идущие от 2D-черчения. Их еще часто называют универсальные саппор-системы. То есть те саппор-системы, которые помогают непосредственно проектировать, но таким классическими методами, как это было принято в 60-х годах прошлого века, и позже, и, может быть, даже и дальше. В общем, классическое такое проектирование. Второй класс таких саппор-систем, их тоже можно отнести к саппор-системам – это расчетные саппор-системы. Расчеты тоже бывают различные. Расчеты бывают на прочность, чтобы здание стояло, или механизм не ломался, валы, устройства, ручки и так далее. Их надо рассчитать на прочность, выдержат ли они или нет такие нагрузки. Инженерные расчеты. Один из таких типичных инженерных расчетов – это расчет воздуха в помещении при кондиционировании или обогреве, или просто снабжении воздухом помещения, чтобы и не шумело, не свистело, и чтобы было комфортно сидеть, не холодно, а уютно. Но расчетов, конечно, огромное количество. Экологические расчеты, имитационные различные расчеты, различные аналитические расчеты – их огромное количество, и под это тоже выделяется целый класс программных продуктов. Очень многие из них, например, специализируются. Есть, например, специальные экологические программы по экологическим расчетам с учетом экологии в городе, в здании, как влияет здание на экологию внешнюю, и так далее, и так далее, и так далее. Тоже такой отдельный класс программных продуктов. Чаще всего они работают в совокупности с универсальными продуктами, но не встроены друг в друга, они раздельные, как отдельные. И третий класс – саппорт-систем, который сейчас появляется, Это специализирующие, специализированные саппор-системы, или их можно еще назвать моделирующие саппор-системы, которые идут от 3D-модели. Вы сначала создаете трехмерную информационную модель, ее называют либо имитационную модель, из которой потом получаются дополнительные рабочие чертежи. Рабочие чертежи, документация, спецификация считаются более современные, они в какой-то степени конкурируют с универсальными, не в какой-то степени, а конкурируют, серьезно конкурируют. Есть класс людей, которые считают, что нужно сначала моделировать, потом выпускать рабочую документацию, а кто-то говорит наоборот. Нет таких систем, лучше универсально проектировать, потом моделировать. Это как бы две таких школы в саппор-системах, которые друг с другом сражаются, воюют и доказывают, что лучше. Истина, как всегда, где-то посередине, наверное. Но смысл в том, что моделирующие системы чаще всего узкоспециализированы. Для того, чтобы создать какую-то хорошую качественную модель того объекта, который вы проектируете, его сначала нужно заточить под эту предметную область и выделяют моделирующие системы промо-объектов, промышленных объектов. Гражданских общественных зданий, машиностроительные. Опять же, машиностроение какое? Авиационное, судостроение, обычные какие-то механизмы. Все это очень накладывает сильную специализацию, очень сильное ограничение на саппор-системы, поэтому они тоже бьются на дополнительные классы. Но вот если говорить крупные, то, наверное, вот такие вот системы существуют. И, собственно, мы и развиваем вот такие системы в дальнейшем. Теперь следующий блок мой посвящен... Почему мы, собственно, решили делать Nanocad? Да, сейчас забегаю чуть-чуть вперед. Nanocad непосредственно лежит... Я вот хочу посмотреть, как... Наверное, вот Nanocad лежит вот в этом диапазоне. Платформа Nanocad в чистом своем виде, она вот расположена вот в этом диапазоне относится к универсальным проектирующим саппор-системам. И в какой-то степени это тоже одна из таких моментов, которые нам всегда говорят, зачем вы делаете универсальный проектирующий саппор, когда есть моделирующий саппор-системы, и их нужно их развивать. Это было бы более правильно. Ну, вот на это я тоже постараюсь сегодня в рамках вебинара ответить, почему мы начали делать именно Nanocad в таком виде. И вот следующий мой блок будет посвящен, собственно, разделу предпосылки появления. Почему мы начали делать Nanocad? Почему мы решили взяться за это решение, направление? Почему мы начали его делать? Но для того, чтобы понять, почему, надо чуть сделать взгляд в историю. Чуть назад, это как раз в 90-е годы, я как раз учился в институте в это время, мы работали на 386-х компьютерах, 486-е компьютеры, программы передавали друг к другу на дискетках, в общем-то интернет еще не был так распространен. И вот тогда мы, ну, тогда как раз Россия у нас как новое государство образовывалось после развала СССР, да. И САПР у нас, конечно, был в России, но это был САПР такой узконаучно специализированный, такого массового САПР-системы не было, и мы в основном, конечно, начали обращать внимание на западное, что на западе происходит. Мы очень такое активное изучение западного происходило в тот момент, и мы прям считали, что это прям верх IT-мысли, верх результативности, и поэтому там как раз конец 90-х, начало 2000-х, это было активное сотрудничество с западными компаниями. Мы брали эти системы, приносили их сюда, в Россию, их внедряли, их обучали, их настраивали, сами изучали, и это было прям очень интересный период времени, когда мы все активно жили западными технологиями и понимали, что мы отстали и что нам нужно это изучать. В это время, ну, все-таки инженерная школа в СССР была достаточно сильная, поэтому на базе этого мы начали, отталкиваясь от этих систем, начали создавать что-то новое, и в частности, наша компания занималась созданием таких программ-продуктов, как Spotlight, Rasterdesk, Vice Image. Vice Image – это западное решение, в России оно звучало как Spotlight и Rasterdesk, два таких бренда, которые занимались ничем иным, как переводом бумажных чертежей, которые расположены были в архивах, на кальках, на бумагах, на синьках, через сканеры широкоформатные, большие такие устройства, ну, все мы знаем, маленькие, четвертые сканеры, а это широкоформатные сканеры, сложные, с многими линзами, переводили их на компьютер и дальше позволяли с ними работать. Сначала была задача викторизовать, а потом мы придумали технологию, по которой мы с растровым изображением работали так же, как с вектором. То есть выделяли, у него появляются лапки, ручки, мы могли редактировать их, менять свойства, характеристики и так далее. Это было очень революционно в свое время, поэтому мы эти решения продавали, весьма активно продавали на запад Vice Image, под брендом Vice Image. И, в общем-то, первые капиталы наша компания, как частная компания, заработала именно на этом решении. Продукты работали и на Boeing, и на Mercedes заводе, в Японии, во Франции, по всему миру. Тонкость заключилась в том, что бумажные чертежи закончились. Произошла такая тихая маленькая революция. В принципе, сейчас никто уже, наверное, никто, мало кто проектирует на кульманах. В основном все проектируют на компьютерах, и доля бумажных чертежей снизилась катастрофически в разы. И программные продукты, ну, не то чтобы стали невостребованы, они до сих пор востребованы, до сих пор они используются, но они не в таких объемах уже, конечно, популярны. И, собственно, накат – это развитие вот этих решений, дальнейшее развитие этих решений, когда мы пошли от растрового редактированного к векторному редактированному, забегая вперед. Но помимо вот этих решений мы разрабатывали еще очень много. Это выпускалось под брендом C-Soft Development, то есть компания C-Soft, работающая на рынке разработки, development. Очень много популярных приложений – SPDS, Mechanics, Electrics, Geonyx. Каждый из них специализируется под свое направление – машиностроительное, строительное, землеустройство, системы документа оборота, энергетических расчетов, КПА и так далее. Все они в большинстве работали на базе западной системы AutoCAD. И решения были очень популярны, потому что действительно автоматизировали. Основная идея вот этих вот решений заключается в том, чтобы заточиться под наши требования проектного рынка, под требования стандартов, под требования российских проектировщиков, чтобы автоматизировать и действительно устранять рутину, которую они сталкиваются каждый день. Собственно, вот об этом-то и началось, собственно, наше такое самостоятельное движение и жизнь, потому что, ну, вот этих решений у нас было более 30. Я сейчас перечислил на экране самые популярные, самые известные, но было гораздо больше этих проектных решений, инструментов. Но тонкость в том, что они, большинство из них, затачивались на базе западного решения. Оно называлось AutoCAD – одна из самых популярных саппорт-систем в мире. И мы зависели от западных технологий во многом. И вот эта зависимость, она и привела, на самом деле, к пониманию того, что нужно двигаться. Если мы хотим куда-то двигаться самостоятельно и быть самостоятельными, то нам надо двигаться дальше. Потому что решения получались достаточно дорогие. И как по покупке лицензии, так и по косвенным расходам, по сопровождению, поддержке и так далее. Мы начали понимать, что вот базовая платформа, которая лежит в основе всех наших решений, она, в общем-то, ориентирована в своем развитии на западные проектные организации. Ни в коем образом мы не можем туда включить требования российских рынков, даже простейшие шрифты не можем туда включить наши российские. Нет никаких настроек, никаких предложений по развитию не принимается практически. И так далее, и так далее, и так далее. Мы, в общем-то, выросли, по большому счету, выросли из тех ограничений, в которых мы находились. 2006-2006 год, это был такой экономический подъем в России. Активизировалась легализационная программа, антипиратские программы. И очень многих наших клиентов прям начали принуждать к закупке западных решений, отодвигая российские разработки со словами, ну, зачем вам российские, тратить деньги на российские разработки, бейте вот западное наше решение, и оно готовое, все великолепно, все здорово. Тем более, сейчас новые технологии сейчас развиваются, а в нашем продукте самые передовые технологии реализованы и так далее, и так далее, и так далее. Нам это как инженерам очень не понравилось, мы решили, что надо двигаться дальше. И вот мы набрали смелости в 2008 году, в 2006 начали разработку, в 2008 году мы вышли на рынок, мы решили создавать свою саппар-систему на накат, которую в какой-то степени взяли по идеологии очень похожую на западные системы, но решили все-таки двигаться и развивать ее в своем направлении. Прошло 10 лет, в принципе, мы вот в 2008 году отметили десятилетие нашей компании, в общем, достаточно уверенно смотрим вперед, понимаем, зачем мы это делаем, куда мы развиваем, и, в общем, начали получать хорошую, позитивную обратную связь от нашего рынка. Хотя работы, конечно, еще очень много, и мы еще будем двигаться дальше. Но вообще, по большому счету, вот этот момент, на самом деле, с приходом на наклада, на российский саппар-рынок, произошла такая маленькая революция, опять же, еще одна, которую вот мы сделали, и мне это очень радостно осознавать. И в чем эта революция заключается, я сейчас тоже попытаюсь рассказать вам. Итак, что такое на накат? Если говорить кратко, то на накат – это российская классическая универсальная саппар-платформа. Вот пять ключевых слов, которые вот в первом предложении у нас находятся, они действительно самые ключевые, каждое из этих слов очень важно. Ну, если говорим саппар, понятно, мы уже обсудили это слово. Универсальная тоже понятно, в общем-то, предназначена для любого практического направления. Классическая, работающая по классическим правилам. А отечественная, это понятно тоже, это российская. Вот что означает слово платформа? Платформа означает то, что в своем виде, в том базовом виде, в котором он есть, на накат, он развивается, он может расширяться в том любом направлении, в котором необходимо другим пользователям этого программного продукта. Можно писать любые приложения, эдоны и расширить функционал этой платформы в том направлении, под ту специальность, под ту специализацию, которая необходима пользователю. Я тоже подробнее об этом расскажу. Но если говорить так в целом, то на накат это... Не могу удалить надписи, но ладно, ничего страшного. Вот если смотреть вот это, то интерфейс, ключевые особенности на наката. Знакомый интерфейс, прямая поддержка формата DWG и расширяемость. Вот это слово платформа, расширяемость, как раз делает на накат плюс одной из самых лучших сейчас систем, которые есть на рынке САПР, такой перспективный и интересный. Чуть поподробнее расскажу чуть далее. Собственно, для чего предназначен накат? Это инструмент, который позволяет разрабатывать и выпускать рабочие чертежи. Вот сейчас на экране они приведены разного типа. Это может быть и землеустройство, это могут быть и какие-то архитектурные планы, это могут быть и какие-то машиностроительные чертежи, это могут быть в принципе какие-то курсовые работы студентов, это могут быть какие-то планировки в вашей доме в частном режиме, используя какие-то маленькие проекты, которыми вы там в гаражах занимаетесь и так далее, так далее, так далее. Вот везде, где нужно что-то придумать новое, и если вам нужен какой-то инструмент, который это позволяет проанализировать, собрать, это вот как раз и накат, который позволяет почертить, посмотреть, прикинуть и понять, как это все работает. Соответственно, можно создавать как с нуля, так и путем редактирования уже существующей документации. Дело в том, что вот эти озвученные задачи, которые я вам сказал сейчас, это разработка и выпуск рабочей документации, она решается разными путями. Первый путь – это классический электронный кульман, когда вы берете, получаете сетку-миллиметровку и чертите все, что угодно с самого начала. Второй путь – это использовать различные современные технологии типа облака точек, типа BIM-технологии, информационное моделирование, импорт-экспорт из моделирующих систем и так далее, так далее, так далее. Это вы все тоже найдете в Nanocad, и, собственно, можно заниматься не только черчением, но и трехмерным моделированием внутри Nanocad. Третий путь – это когда основа, когда Nanocad можно использовать как основу для различных приложений, эдонов, расчетных или моделирующих, или генерирующих какую-то документацию, или удаляющих какую-то рутину. Все это можно с помощью дополнительных эдонов на базе открытых языков написать и расширить функционал платформы. И, собственно, вообще мы сейчас готовы обсуждать практически любые новые технологии, новые идеи, потому что Nanocad – это система, которая разрабатывается в России, которая разрабатывается под наш рынок, и которую мы готовы развивать вместе с нашими пользователями. Собственно, когда мы начинаем общаться с большими фруктными проектными подразделениями, Роснефти, Росатома, Газпрома, любого направления, РЖД, там возникает вопрос о том, что можно ли внедрить какие-то такие технологии, такие технологии. Все это можно, потому что у нас есть редактируемая, развиваемая платформа, основа, которую мы готовы развивать вместе со всем нашим рынком. И Nanocad активно и развивается. Если сейчас посмотреть то, что произошло с Nanocad за последние пять лет, то мы выросли даже по функционалу в пять раз. У нас огромное количество новшеств, у нас огромное количество технологий. И вот вчера проходила в Петербурге конференция, Сапровская конференция, один из наших дилеров провел ее. Мы, опять же, в очередной раз собирали представителей проектных подразделений, там больше 200 представителей было, проводили круглые столы, обсуждали. И, в общем-то, говорится, что да, Nanocad по функционалу, в общем-то, достиг хорошего уровня. И во многом он закрывает все возникающие задачи. И как раз мы обсуждали, куда можно было бы дальше развиваться. И, по большому счету, Nanocad – это такая сейчас операционная система в мире Сапр. Мы все знаем Windows, мы все знаем Linux, мы все знаем операционную систему, которая ставится на компьютер. Но вот в Сапре тоже фактически нужна своя такая операционная система. Вот Сапр Nanocad или Автокад, или еще есть другие универсальные Сапр-системы. Это как раз и есть вот эти операционные системы. И можно сказать, что сейчас, благодаря Nanocad, у нас в мире Сапр появилась своя операционная система, достаточно хорошего уровня, с которой можно жить, развиваться. Более 500 команд, огромное количество сокращений под команды, вызовов переменных, с открытым API-интерфейсом, которая предназначена под универсальное применение. Это, в общем, та фантастика, которую мы, например, в 2000-х годах даже не могли представить себе, что такая подобная система появится в России. Вот в 2018 году она у нас появилась, и мы ее готовы развивать и двигать вперед. Давайте чуть-чуть посмотрим на Nanocad вживую. Я хотел бы его продемонстрировать. Я сейчас сделаю переключение в Nanocad, и вы, по идее, должны его сейчас увидеть на экране. Если я вот в чат прошу написать, видно сейчас Nanocad или нет, я потому что не вижу, что происходит у вас. нет, плюс, кто-то написал плюс. Слайд. А я показываю, тем не менее, показываю на Nanocad. Как-то разделились. Половина говорит нет, половина говорит да. Нерабочий стол должна показываться непосредственно программа Nanocad. Вот я ее сейчас показываю, и вы должны сейчас видеть программу Nanocad. И вот сейчас я загрузил новый файл, в котором есть такая сетка-миллиметровка. Так, сделаем по-другому. Показываем весь экран. А если вот так, я показываю сейчас весь экран? Вообще ничего не видно. Даже весь экран не показывается. Сплайн. Остановить трансляцию рабочего стола. И рабочий стол. Сейчас. Рабочий стол. Так, вот, по идее, должна сейчас трансляция рабочего стола. Вот, супер, отлично. Отлично. Так, все, пока получилось. Так, тогда показываю Nanocad, что он из себя представляет. Я вот так чуть-чуть все видно всем. Раскрою его. Вот сам по себе Nanocad, что он из себя представляет. Если смотреть просто, то это вот такое бесконечное поле черчения, в котором есть миллиметровка, на которой можно чертить. Есть инструменты классического черчения. Отрезок, полилиния, дуга, окружность и так далее. Штриховки, 3D полилинии, сплайн кривые, мультилинии и так далее. Есть различные инструменты по редактированию, перемещению, поворот, копированию, масштабированию и так далее. Тоже зеркальное отражение. И различные инструменты по оформлению. По остановке текстовых изображений, размеров, выносок, табличек, штриховок и так далее. Основная задача всех этих инструментов – это выпускать какие-либо рабочие чертежи. Например, вот такие. Это обычный классический чертеж здания, как пример из ГОСТа. Есть пример из машиностроения, которые просто выполняете путем черчения, путем простановки размеров. И программа будет стараться вам автоматизировать какие-то работы по быстрому простановке, например, штриховки по вашему объекту. Или отрисовки сплайн кривых и подрезки их, обозначения видов и так далее. Все это вы будете здесь получать и достаточно быстро между этими документами переключаться. Конечно же, помимо двухмерного изображения, вы можете, собственно, заниматься и 3D-проектированием в том или ином объеме. Если говорить о чистой платформе NanoCAD, то создание вот такого домика, это, конечно, будет сложно, потому что в чистом NanoCAD каждую линию надо будет причертить заново, но зато можно получить такой трехмерный объект. Либо использовать специализированные инструменты, которые позволяют вам ставить сразу стены, окна, двери, элементы мебели, которые там внутри здания могут стоять и так далее. А NanoCAD – это как раз то, что я говорил, что с помощью вертикальных специализированных инструментов это можно улучшить и увеличить. В частности, у нас есть инструменты, которые проектируют инженерные коммуникации по таким объектам, воздуховоды, электрику, системы доступа, безопасности, оповещения, воды, канализации. Все отопление этого здания позволяет вам конспектировать по нашим нормам и стандартам внутри этого объекта. А NanoCAD как платформа позволяет вам, дает вам вот такие удобные инструменты по навигации по этой модельке, когда вы можете одним щелчком попадать в какие-то объекты, анализировать их, смотреть на них с разных сторон и понимать, как все устроено, как это все взаимодействует и расположено в объеме в 3D. При этом NanoCAD работает с форматом DWG. Если вы сейчас сделаете файл «Открыть», то здесь в качестве исходного формата вы выберете формат DWG. Это основной формат, с которым NanoCAD работает. И NanoCAD как платформа предоставляет огромное количество инструментов по автоматизации. Например, вы можете использовать библиотеки типовых инструментов и блоков. И таким образом, сейчас он у меня чуть подгрузится, займет некоторый период времени. Библиотечка у меня подгружается. Например, быстренько поставить, если я сейчас создам новый документ, я могу быстренько на чертеже разместить форматку какого-либо формата. Например, от четвертого формата буквально одним щелчком разместить ее на нашем листе и заполнить ее и выпустить эту документацию. Я могу сюда размещать какие-то блок-схемы дополнительные и отрисовывать какие-то бизнес-процессы. Например, я могу выставлять какие-то схемы аудита, например, какие-либо, или поток стоимости какие-то логистические. Просто расставлять какие-то схемы, отрисовывать. И в том числе у нас сейчас идет наполнение ГОСТовыми обозначениями, которые приняты у нас по нашим стандартам. Течение жидкостей, например, в графических схемах или приборы полупроводниковые и так далее, которые очень легко и просто на нашу схему вынести, поставить, разместить и работать с ними. И вот таких вот средств автоматизации внутри на накады, конечно, огромное количество, когда мы можем анализировать структуру, мы можем заниматься 3D-моделированием. То есть если я нахожусь в 3D-пространстве, то я могу создавать тела выдавливания, вращения, вытягивания, подрезки объектов, логических операций с объектами. Я могу накладывать зависимости между объектами, чтобы у нас чертеж параметрически был связан между собой. Я могу работать с растровыми изображениями, облаками, точек и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество свойств. Понятно, что я вам сейчас за 10 минут не расскажу весь функционал на накаду, он очень большой, очень сложный, но вот общее представление вы себе имеете. То есть это такой инструмент для выпуска и разработки чертежей, как двухмерных, так и трехмерных моделей. И потом оформление рабочей документации в листы и печати их потом вывода на экран. Вот если так грубо и быстро пройтись по этим позициям, то вот так. Так, для вопросов есть раздел. Извлечение атрибутов с экспортом. Все есть, все есть, все технологии есть. Да, и этот инструмент, как один из пунктов, один из инструментов, это отличный инструмент для уроков черчения или для студенческих работ, курсовых работ, выполнения рабочих чертежей, специальностей машиностроительных каких-либо, или архитектурно-строительных, инженерных специальностей. В общем, везде, где необходимы чертежи, вот там можно использовать этот инструмент, и он будет очень полезен, очень удобен. Так, я пока останавливаю трансляцию и обратно вернусь в мою презентацию, чтобы продолжить о том, что можно двигаться, куда можно дальше двигаться. Так, функциональная структура. Давайте чуть-чуть, ну, общее представление мы на Накаде получили, а теперь можно посмотреть более детально, какие блоки есть. Я, собственно, ну, вот каждый из них очень долго можно рассказывать. Я сейчас укрупненными мазками, что вы найдете внутри Накады. Первое, что вы найдете, это формат ДВГ, который сейчас имеет версии от R11, это еще ДОСовские времена, до 2018 года, то есть последние самые свежие версии формата ДВГ. Почему это важно? Потому что на данный момент сейчас ДВГ – это один из самых популярных саппорт-форматов. Миллионы чертежей в интернете хранятся в формате ДВГ, их можно скачать с интернета, их можно передавать друг к другу, и, в общем-то, формат ДВГ – это фактически стандарт де-факто. И платформа Накад сейчас напрямую поддерживает этот формат, то есть мы открываем в этом формате, мы сохраняем в этом формате, и все наши пользователи могут использовать все свои наработки. Блоки, атрибуты, через ДВГ формат связываются с какими-то другими разработанными решениями. В частности, например, мы выходили на службу эксплуатации, у них сначала проектировщики в формате ДВГ отрисовывают схемы эксплуатационные сетей инженерных городских, а потом на это сверху навешано специализированное программное обеспечение, которое мониторит состояние сетей, то есть контрольно-измерительные приборы отчитываются в состоянии давления, скорости протекания жидкостей, отчитываются в определенную систему, а потом на мониторе, такой большой монитор стоит перед эксплуатирующими сотрудниками, у них в режиме реального времени показывает на этой схеме, показывает, в каком состоянии у них работает сеть, где авария произошла, либо где давление превышено, и куда надо проанализировать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие все системы, все это завязано на формат ДВГ, и на Накад сейчас поддерживает напрямую этот формат, и мы напрямую с этим форматом работаем. Соответственно, вокруг формата ДВГ связано огромное количество еще технологий, это технология работы модель листа, я вам сейчас показывал, в модели мы делаем трехмерную модель, на листах оформляем чертежи. Это различные подложки, это различные выгрузка в PDF формат для того, чтобы проходить экспертизу на городском уровне проектов, это различные технологии по восстановлению чертежей, и так далее, и так далее, и так далее. Все это есть внутри Нанакада, это просто огромное количество, это мир целый, в котором мы вращаемся, и все это есть внутри Нанакада, потому что это очень важно. Соответственно, вокруг формата ДВГ еще сложилось огромное количество так называемого API интерфейса, программного интерфейса, который позволяет, используя формат данной формата ДВГ, писать сверху различные средства автоматизации, которые позволяют и анализировать, и проводить расчеты, и подводить сбор таблиц различных. Все это внутри Нанакада есть, и это одна из самых ключевых. Когда я говорил, что Нанакад это фактически операционная система, я имел в виду прежде всего вот это. Это наличие программного API интерфейса, который позволяет внешним разработчикам на базе Нанакада, используя его графические возможности, создавать какие-либо средства автоматизации. В частности, я видел, когда ребята с помощью API интерфейса писали инструмент по проектированию домов коттеджных, когда они производят параметры, нажимают на кнопку, а дальше вычерчивается документация в количестве 40-50 листов с учетом всех введенных параметров. То есть они делали такую параметрическую модель дома, нажимали на кнопку, и на Нанакаде вычерчивалась вся эта модель в автоматическом режиме, без участия человека. Ну или человек потом чуть-чуть доводит документацию до ума. Все это делается через этот программный API интерфейс. Почему это важно? Ну потому что это средство автоматизации. Это как раз возможность развивать, двигаться вперед и усовершенствовать свою работу. И работы бывают разные совершенно, и вы не зависите от нас. То есть мы предложили вам такой инструмент, вы дальше можете заниматься своей научно-практической деятельностью с помощью Нанакада, используя его как графические возможности для своей работы, а через API интерфейс, через языки программирования создавать новые какие-то решения. При этом все это у нас открыто, можно зайти на developer.nank.ru, получить документацию для разработчиков на русском языке, получить лицензии бесплатные для разработки, можно общаться с нашими разработчиками, можно требовать там какой-то функционал по развитию и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот в нашем клубе разработчиков мы приглашаем, кто действительно разработкой занимается, приглашаем на этот сайт, это действительно такой очень важный момент, на мой взгляд. Потом, понятно, вот тут уже ближе мы приходим к пользователю, вокруг всего этого, конечно же, закручен пользовательский интерфейс, классический и ленточный, который позволяет общаться, удобно общаться с программой, получать обратную связь. И почему это важно, вот именно там пользовательский классический интерфейс, ну потому что сейчас огромное количество проектировщиков уже привыкли к такому интерфейсу, к такому внешнему виду программы, и сейчас Нанакад полностью соответствует ожиданиям проектировщиков. В принципе, Нанакад, на мой взгляд, можно перейти с западных решений за один-два дня, и это одна из таких ключевых моментов, почему Нанакад очень важен и полезен в нашей работе. Но помимо интерфейсов внешнего вида программы, еще огромное количество внутренних технологий, которые приняты в САПР. Это и динамический ввод, инструментальные палитры, которые я сейчас чуть-чуть показывал вам, это шрифты, настройки и так далее, и так далее, и так далее. Все это в Нанакаде мы сейчас стараемся максимально скрупулезно переносить из западных систем, не потому что там у нас фантазии нет, как развивать это, а из-за того, что огромное количество проектировщиков, сотни тысяч уже привыкли к таким принципам работы, и если мы хотим создать российскую САПР-систему, а не заниматься войной с ветряными мельницами, то лучше предоставить уже готовым. Вот Нанакад, собственно, это готовым все и предлагает. Так, там потихоньку идут вопросы. Спрашивают коммерческое использование. У меня, в принципе, будет вопрос про коммерческое использование. Есть возможность использовать Нанакад в коммерческом режиме. Стоит от 12 тысяч рублей в год. За одно рабочее место, в принципе, достаточно подъемные цены по сравнению со всеми западными решениями на Москве. Ну, это так, если быстренько проходить. Там еще сыпятся вопросы, но там даже не вопросы, а больше обсуждений, поэтому я их пока игнорирую. Какие-то вещи. Давайте я, если что-то увижу, сразу буду отвечать. Можно ли учителю получить бесплатную версию Нанакад? Можно. Можно получить, тоже в конце расскажу. Рамки по АСКД встроены? Встроены рамки по АСКД. Есть ли возможность извлечения трибутов с их экспортом? Есть. Можно в таблицу собирать все трибуты и экспортировать их. Да, все это есть. Скачивается платно-бесплатно? Есть платно, есть бесплатно. Я тоже в конце ближе расскажу очень подробнее. Так, хорошо, дальше двигаемся. Собственно, то, какие инструменты внутри Нанакада есть. Есть блок инструментов, связанных с 2D-проектированием. Есть блок инструментов, связанных с трехмерным проектированием. Есть инструменты, связанные с различными системами координат. В графической, в декартовой системе координат, либо в полярной системе координат. Все это вы можете работать. Плюс есть возможность переключиться, задать свои системы координат, например, геокоординаты различные. Их около 8 штук в нашей стране только работают, в зависимости от того, какая структура работает. Военная структура, проектная, инженерная, кадастровая и так далее. Все это возможность подключить есть. Есть инструменты, связанные с оформлением рабочей документации, когда вы быстренько проставляете наши выноски, проставляете блоки, проставляете форматки и так далее. Есть инструменты по системе печати и вывода на информацию в различные форматы. В PDF распечатать либо на плоттер, либо на принтер, вписывая в лист, либо оформляя их и так далее. Есть огромное количество сервисных функций. Тоже о них чуть-чуть пройдусь. Чуть попозже на самых интересных остановлюсь. Например, есть такая функция, которая позволяет восстановить кодировку PDF-файлов. Это частая проблема у наших проектировщиков. Или уничтожение Z-координаты, когда разлетается чертеж в силу чего-то. Его можно схлопнуть на нулевую высоту и с ней работать. Есть инструменты, которые позволяют интегрироваться со сторонними решениями, с расчетными системами, с системами документа оборота и так далее. То есть их тоже огромное количество. И со всеми этими инструментами, этими программными продуктами тоже есть интеграция знанокада и вот этих данных. Почему это важно? Но я тоже думаю, что это понятно. Потому что все эти инструменты необходимы для разработки и выпуска рабочей документации в том или ином объеме. И это то, что требуют от нас проектировщики. То, что требуют инженеры для своей работы. И на мой взгляд, Anokad сейчас обладает полным набором для того, чтобы спокойно выпускать рабочую документацию, оформлять рабочую документацию и взаимодействовать с подразделениями различными. В том числе и в учебном процессе это используется. И есть еще сейчас то, чем мы в последнее время занимаемся. Это привнесением инструментов по трехмерному моделированию. Это очень популярно в машиностроении, без сомнения. Это популярно и в строительстве. Но трехмерное моделирование, оно бывает одно другому рознь. Есть универсальное трехмерное моделирование. Я вот это не очень подробно расписываю, потому что времени сейчас не очень много на вебинары. Хотелось бы чуть-чуть другие вещи рассказать. Но вообще тема трехмерного моделирования целый пласт отдельный, самостоятельный по вебинару, который можно было бы прочитать. Если кратко, то внутри NanoCAD есть так называемое твердотельное универсальное 3D моделирование. Причем оно базируется на двух технологиях. Либо на движоке трехмерного моделирования ACES. Это американско-французское решение. Оно изначально было американское, сейчас принадлежит французской компании Dassault System. И есть еще российское C3D ядро. Это компания COASCON разрабатывает в Санкт-Петербурге. Располована эта компания и Коломни. Они, собственно, разрабатывают это 3D ядро мирового уровня фактически такого. Мы тоже его подключили в последних версиях NanoCAD к себе и получили такое полностью российское решение, которое не только занимается оформлением рабочей документации, но еще и трехмерным моделированием. Тоже такой интересный момент. Существует в NanoCAD. И какой-то пятый, наверное, блок. Смысл NanoCAD заключается не... Вот если вот сюда посмотреть, то вот так работают практически все конкуренты наши сейчас ближайшие. Но идея не заключается в том, чтобы NanoCAD воспроизвел концепцию западных программных продуктов. Идея заключается в том, чтобы добавить внутрь NanoCAD какой-то уникальный функционал, который бы заточил бы вот эти технологии под наши реалии, под наши проектные организации. Вот, собственно, этим тоже NanoCAD отличается. То есть внутри NanoCAD есть блок универсальных функций, которых я вот чуть-чуть бы тоже хотел сейчас рассказать. Какие требования к NanoCAD? Перед тем, как я блок универсальных функций сейчас отвечу на вопросы, которые тут появились. Будет ли аналог 3D-моделирования как в AutoCAD? То есть ввести моделирование не по СКД. Да, Никита Владимирович, будет. Во-первых, это есть сейчас уже, если вы сейчас посмотрите на накат, там готовых кубиков есть, можно цилиндров отрисовывать. Но есть еще и аналог моделирования трехмерного твердотельного моделирования тоже есть. И в том объеме, без работы через эскид. А, это в разработке. Это то, что вы называете прямое моделирование. Когда вы хватаетесь за объект, у него появляются грани, и вы за грани растягиваете. Это есть, это в будущих версиях разрабатывается. Требования к ПК. В принципе, на сайте, на NanoCAD.ru, я тоже в конце это скажу, там есть системные требования. Если говорить кратко, то никаких особенных, но на базе платформы Windows. Мы сейчас только на Windows работаем по разным причинам. Тоже можем это проговорить чуть поподробнее. Но если кратко, Windows. В общем-то, стандартная, начиная с Windows 7 до Windows 10, 32, 64, с каким-то, ну, начиная там с одного гигабайта оперативной памяти и выше, чем выше. Зависит от чертежей, с которыми вы работаете. Так, далее. Тут пошли уже замечания при предложении и эти... Не хвальба, а... В общем, принято, да, я дальше пойду. Универсальная функция NanoCAD Plus буду рассказывать дальше. Так, основное преимущество перед западными системами в том, что NanoCAD изначально привязан к российским стандартам. То есть мы, когда разрабатывали, мы прилагали огромное количество усилий, чтобы NanoCAD из коробки работал по нашим правилам. В частности, поддержка, прямая поддержка российских шрифтов по ГОСТу. Я вот тут в чате звучало, что в школе уже черчение отменяется. Когда я учился в школе, еще было. Было черчение, и вот в нашем кабинете черчения вот такая таблица вот с этими буковками висела, как правильно чертить. На NanoCAD эти все буковки уже сразу заведены, вы сразу же будете работать по... Ну, как бы он будет отрисовываться по нашим стандартам. Плюс вставка различных спецсимволов. Это уклоны, диаметры, номера, шероховатости, цилиндричности биения и так далее, и так далее, и так далее. Все то, что принято у нас при проектировании, в знаке, который мы принято проектировщиком проставлять, все это тоже найдете в наших шрифтах. Поддержка типов линий по ГОСТу. Обратите внимание, там, 68-го года ГОСТ, но с тех пор он обязательен к применению, все по ним работают, и он с тех пор не менялся. Элементы оформления, различные выноски, это тоже очень большая особенность наших программных продуктов и западных решений. О них нет вот таких вот сложных выносок, все простенькое. А у нас ГОСТ определяет и размер стрелочки, и отступы, и высоту, и все. И очень сложно западные системы подтащить к нашим стандартам оформления. Даже звучали призывы, давайте мы отменим эти стандартные оформления. Но в итоге, на мой взгляд, нет смысла гораздо правильнее, чтобы саппросистема была настроена под наши стандарты. Мы именно это и сделали. Простановка размеров с различными шероховатостями, допусками, посадками по табличным значениям. Все это позволяет очень быстро, практически моментально, внутри на Накадо оформить рабочую документацию, получить результат. Прямо из коробки. И мы поддерживаем как СПДС, так и ЕСКД стандарты. По умолчанию у нас, так получается, что мы настроены на СПДС стандарты, но можно в настройках переключиться на ЕСКД, и тогда у вас все размеры появятся. Прежде всего, это на размеры как раз рассчитано. Либо засечки вот такие, либо стрелочки вот такие. Вот это все. Вот такие вот засечки, либо вот такие вот стрелочки. Это все переключается стандартами и прямо из коробки идет. Ну и вот список тех стандартов, которые мы сейчас применяем внутри Накадо. Это те стандарты, которые отвечают за оформление рабочей документации. Форматы, масштабы, линии, шрифты, штриховки, размеры, выноски и правила оформления документации. Основные требования по оформлению рабочей документации. Все это мы, собственно, внутри Накадо, в соответствии с последними изменениями, стараемся поддерживать и использовать внутри программного продукта. Второй большой и очень интересный блок – это функция норма аудит. Она уникальная в какой-то степени, и я тоже сейчас постараюсь ее показать вживую. Давайте. Так, я сейчас переключусь к рабочий стол. Так, я постараюсь начать трансляцию. Вот, по идее, у меня должен сейчас Накад быть. Вам виден? Я сейчас пока подключается, стараюсь запустить документ. Ага, видят. Отлично. Так, что такое норма аудит? Смотрите, когда мы разрабатываем проектную документацию, мы всегда ссылаемся на какие-либо нормативы. Швеллер по ГОСТу такому-то, сталь ГОСТ такой-то, сварку проводить электродами типа такого-то. И здесь может быть огромное количество различных стандартов, технических условий, СНИПов, САНПИНов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, потому что проектная документация все-таки в России разрабатывается по российским требованиям, стандартам. И очень часто документация разрабатывается путем копирования в новый проект старых наработок и доработки их дотягивания под новые условия. Вот. Так вот, когда я ссылаюсь вот на этот стандарт, что с ним уже произошло за то время, вот 89-9 года мы ссылаемся, а сейчас 2018 год. Изменилось ли что-нибудь с этим ГОСТом или нет? Это вот один из таких вопросов, который открытый, который проектировщики всегда держат в голове. Мы ввели такую сервисную функцию, которая позволяет вам... Она очень похожа по своей сути на проверку орфографии. Когда вы нажимаете на кнопку «Найти» в чертеже ссылки на нормативно-технические документы, и у вас оставляется список вот такой вот нормативок, на которую вы ссылаетесь. Выходите по этому списку и попадаете в те участки чертежа, в которых вы ссылаетесь на нормативно-техническую документацию. Происходит такое распознавание, что вот этот текст относится к ГОСТу, стандарту, СПИНу и так далее. Плюс к этому происходит раскрашивание этих стандартов. То есть зелененькие иконки и красненькие, наверное, видите на экране. Зелененькие – это действующие стандарты, а красненькие – это как раз недействующие стандарты. То есть я вот сейчас ссылаюсь на 4 из 33 точек чертежа, ссылаюсь на 4 стандарта, которые уже не действуют. И которые уже, например, если мы возьмем вот этот ГОСТ, он в 2005 году, прокат сортовой был обновлен. И уже существует в 2005 году новый ГОСТ, новый стандарт, а мы его пропустили. И у нас есть возможность далее не просто узнать, что он обновился, но еще и нажав на кнопочку «Открыть программный продукт норма CS», в котором я получу текст, либо скан-копию этого документа, либо, если я сейчас вернусь на накат и нажму на соседнюю кнопочку, распознанную копию этого стандарта, который я могу изучить, могу понять, что с ним изменилось, что в нем произошло, и таким образом получить самую свежую информацию и посмотреть, насколько эта информация влияет на мой проект. И если она не меняет, то я могу нажать на кнопку и по всему чертежу буду ссылаться на 1, 2, 3, 4 кнопки. Все, я теперь ссылаюсь в моих документах уже на все свежие версии стандарты нашего ГОСТа. И таким образом, я уверен, что разрабатанная моя документация ссылается на самую активную, самую верную версию программных продуктов. Для проектировщиков это безумное подспорье. Как только кто-либо видит, все сразу говорят, ой, да, нам это нужно, очень удобно, очень классно. Вот такой вот функционал. Норма CS в составе базового развертывания идет или нет? В составе, это вот как раз продолжение моей презентации, в начале, в рамках нано-када идет лайт-версия, так называемая норма CS, которая информацию о деятельности документа берет из интернета. То есть там висит сервер, который содержит определенную информацию о версиях документов, но при этом не дает доступ к этим вот текстам документов, распознанным или скан-копиям этих документов. Скан-копии документов, они в полной версии, в коммерческой, там, либо учебной версии нормы CS. Это вот мои коллеги тоже могут вам подсказать, как это, как их получить. Но информация берется именно оттуда. К техэксперту можно ли привязывать? Ну, теоретически, здесь нужно, чтобы функцию подобную написал техэксперт. В данный момент у нас просто сейчас встроена интеграция именно с нормой CS, потому что мы разработчики одной и другой системы, поэтому нам легче. С техэкспертам надо договариваться, пока еще не выходили на нас с этой темой. Еще один объем функционалов новых – это работа с растрами. И тоже сейчас попробую показать это в нанокаде. Хотя нет, давайте, времени уже нет. Смотрите, вот как раз я сейчас порекомендую. Там, в общем-то, все достаточно просто, но я вам покажу. Если вы зайдете в ресурсы, работа с растрами – это вторая снизу ссылочка. Вы можете нажать на нее, перейти на ссылки и посмотреть видеоролик, как мы работаем с растровыми изображениями внутри нанокада. Я не знаю, вот сейчас вы видите мой экран или нет. Ой, у меня сейчас звук идет. Вот так вот. Нет, не видите. Ну, просто я не хочу задерживать время, но посмотрите. Вот по ресурсам, работа с растровыми подложками, если нажмете на кнопочку вторую снизу ссылочку, то у вас откроется YouTube, на котором вы посмотрите непосредственно ролик, связанный с растровыми изображениями. Просто по времени я вылетаю и хотелось бы завершать. А так в целом, если говорить кратко, то растровые подложки внутри нанокада – это живые. То есть, если в западных системах я могу только обрисовывать их, то внутри нанокада у вас есть и ластик, который позволяет вам удалить часть информации лишней с вашего растрового чертежа и привязываться к этим растровым объектам, к конечной точке, центру линии и таким образом дорабатывать свою документацию. И вставлять очень удобно блоки сверху на существующие растровые изображения. И таким образом вводить растровые подложки в ваши проекты. В частности, вот в Норма.СС огромное количество типовой документации, там порядка 30 тысяч альбомов типовой документации, разработанной в советское время. Она в большинстве своем виде хранится в растровом виде. Вот вы их можете использовать и работать внутри нанокада с этой растровыми подложками. И плюс к этому, ну вот если сейчас еще говорить о, я сейчас говорил о сервисных, я говорил о таких практических инструментах, которые, но в целом, базируясь на формате DWG, мы внутрь нанокада встраиваем огромное количество тоже дополнительного функционала по работе с трехмерными насыщенными моделями. И включаем, развиваем фактически формат DWG в направлении информационного моделирования и работы, например, с облаками точек. Вот это хотел бы показать. Я сейчас попытаюсь все-таки еще раз начать трансляцию. По идее, вы должны сейчас увидеть мой экранчик. И нанокад в частности. Есть, супер, хорошо. И сейчас покажу вам, как внутрь вот этого проекта мы занесем данные трехмерного сканирования. У нас есть отдельная закралка, облака точек, у нас есть функция импорт. И сейчас внутрь нанокада мы можем проимпортировать так называемые... Накад, демонстрация, облака точек. Я могу сюда принести данные трехмерного сканирования. Это специальное устройство, 3D-сканеры, которые могут быть либо пролетать, либо проезжать, либо их можно ставить в определенной точке, они снимают все вокруг с помощью а-ля такой лазерной рулетки. Снимать информацию и получать вот такие вот модельки. Это вот сейчас такое черное поле. Но помимо точки можно еще приносить так называемый цвет сканирования. И буквально одним челчком получать трехмерные фотографии вашего существующего объекта. Вот этот объект получен путем пролета. Это самолет пролетал 3D-сканером, фотографировал. Но вы получаете... Ну вот видно, что там самолетик маленький стоит, например, ангарчик. Там есть домики. И у вас есть возможность проводить навигацию по этому объекту. Например, можно делать вот такое вот навигационное движение в режиме такого самолетика. Могу вот так вот ходить по нашей модельке в режиме перспективы. Ой, вылетел за пределы. И таким образом анализировать, как у нас объект происходит. Но таких вот пролетов можно делать на самом деле... Например, если я посмотрю сверху, я могу сделать, например, 3D-сечение. И получить вот такой профиль земли. И, например, если его обрисовать, то получить профиль вдоль какой-либо определенной точки или линии движения. И работать вот с облаками. Это вот новый тип данных, который сейчас существует в нашем объекте, в нашей модели. И который позволяет нам использовать данные трехмерного сканирования. В качестве данных трехмерного сканирования может быть все, что угодно. В данном случае это генплан. Но это может быть и какое-то уже существующее оборудование, например. Вот такие объекты, где, в принципе, даже на манометре видно значение давления. Но вообще, конечно, это нужно для того, чтобы понимать, какое оборудование сюда можно поставить. Какие габариты проходят, которые можно использовать для авторского надзора. Например, проектировщик спроектировал вот эту установку. А дальше ее смонтировали. То ли смонтировали, так ли смонтировали. В принципе, очень удобный инструмент, который позволяет вам, наложив облако точек на реальную модель, понять, насколько физическая модель отличается от реальной. Или наоборот. В существующую обстановку вам нужно встроить новое оборудование. С помощью предысканера сняли изображение. И потом использовали его для размещения новых объектов. Например, для встраивания новых объектов. То есть облака точек – это такая новая технология современная, которая сейчас движется в саппорном направлении. И она сейчас доступна внутри нано-кадо. Характеристики компьютера, характеристики ПК. Сейчас покажу. У меня ноутбук. У меня ноутбук. 16 гигабайт оперативной памяти. Intel Core i7. 2.7 гигабайта. Не знаю, видно это сейчас, не видно. В общем-то, обычный, современный, но достаточно обычный. Но если вы сейчас посмотрите на… В принципе, технологии вы можете поставить себе на накат и посмотреть его, как он будет работать на вашем компьютере. Я не думаю, что там как-то принципиально сложно будет происходить. Так, возвращаемся в презентацию. Со мной вы еще? С облаками, да. Очень мощная машина. Многоядерность внутри нано-кадо поддерживается. Тут понятно, что чем мощнее машина, чем сильнее и серьезнее нагрузка на него, тем мощнее машина нужна. Но, в принципе, если вы занимаетесь разработкой двухмерных чертежей, стандартной документации, то не нужно прям какая-то супер навороченная машина. Здесь все базируется на общих технологиях. Так, ну, я, в общем, подхожу к концу. Я вам рассказал в общих чертах, что из себя представляет накат, какими технологиями он обладает. Если чуть-чуть сравнивать на накат с конкурентами, то я уже говорил, что там основные наши конкуренты, мы, конечно, к ним близко скорее дотягиваемся, но в каких-то местах мы его обгоняем, потому что внутренним накатом мы встраиваем какие-то уникальные функции. И мы хотим дальше этот разрыв увеличивать, потому что у нас нет задачи сделать клон западной системы, у нас есть задача сделать саппорт-платформу, которая бы развивалась под наши требования, наши стандарты. В принципе, мы, мне кажется, в какой-то степени достигли уже и еще будем дальше достигать, потому что идей по дальнейшему развитию огромное количество сейчас. Но есть так называемые легкие ДВГ-конкуренты, которые в основном конкурируют по цене с большими вот такими производительными системами. Они, естественно, являются конкурентами на накладу, и по цене мы в данном случае достаточно хорошо с этими легкими конкурентами конкурируем. Потому что я сейчас приду к цене, сколько стоит на наклад, я уже говорил, там 12 тысяч рублей за рабочее место. В принципе, очень подъемная цена для проектных подразделений. Мы там готовы, ну и плюс есть демо-режимы, оценочные режимы, есть учебные лицензии, там тоже все про это поговорю. А по функционалу на наклад, конечно, в разы, в разы больше, чем любое другое решение. Но если говорить, помимо прямых конкурентов, ДВГ-конкурентов, да, существует огромное количество технологических конкурентов, то, с чего я начинал нашу презентацию, если смотреть на рынки САПР и смотреть, кто чем занимается, вот есть 2D инструменты, 2D по черчению, да, вот в этой части есть инструменты по трехмерному моделированию, находящиеся здесь. Это два антагонирующих лагеря между собой. И на наклад, по большому счету, находится вот здесь. В основном, в своем моменте мы все-таки идем от разработки рабочих чертежей. Конечно, мы развиваемся влево, вправо, вверх, вниз, стараемся находить как можно больше, и охватывать как можно больше областей применения. Поэтому здесь на наклад, вот здесь расширяя, увеличивает число своих пользователей. Но если говорить о конкурентах, то огромное количество конкурентов идет от трехмерного моделирования вот в этом направлении. И нам, конечно, в чистом виде на наклад сравнивать вот с этими решениями очень сложно. Например, есть такая система Aveva, английская система для проектирования промо-объектов, очень мощная, очень сильная система. И она базируется на совершенно других принципах, на инструментах трехмерного моделирования, совместного проектирования трехмерной модели с получением документации и так далее. Это очень важно для промо-объектов, потому что строительство происходит зачастую удаленно от проектировщиков. Нужно очень оперативно реагировать на изменения в труднодоступных местах строительства. Потом нужно эксплуатировать эту модель на протяжении многих лет. И это очень важно. Или, например, если таких, говорит, системах, как NX для Unigraphics, для проектирования самолетов, например, или ракет, понятно, что когда создается трехмерная модель самолета, она не просто создается, она еще просчитывается, она еще анализируется на компоновку. И через 2D решение очень сложно подобные задачи решать. И конкуренция здесь идет технологическая, принципиально новая. Ровно поэтому Nanocad и интересен в том плане, что мы на базе Nanocad разрабатываем огромное количество так называемых вертикальных. Мы вот говорим, что Nanocad – это платформа, а вертикальные решения, узкозаточенные, они как раз и начинают конкурировать с этими программными продуктами. У нас есть, ну точнее даже не у нас, а вот в группе компании CISOF Development, есть программные продукты, которые комплируются в Евой. Они называются Model Studio CIS, как раз для проектирования, комплексного проектирования промышленных зданий. У нас есть инструменты геоника для проектирования землеустройства, как от изысканий, то есть понимания того, что происходит внутри земли, так и генпланов, дорог, инженерных сетей, линейно-протяженных объектов проектирования с помощью вот этих вот инженерных сетей, например, водоканал или электрические сети городские, между домами. Вот за это все отвечает там геоника. Есть инструмент инженерный BIM, который предназначен для проектирования инженерных коммуникаций внутри здания, электрической части, систем доступа, видеонаблюдения, систем безопасности, воды, канализации, работающих на OpenBIM концепциях и взаимодействия с другими системами. Есть машиностроительный инструмент, который в какой-то степени, ну, он, конечно, до индекса не дотягивает, но какие-то простые инструменты ARI, какие-то простые модели, с помощью него можно оформлять и выпускать рабочую документацию. Зачастую вот эти все инструменты начинают еще и работать в комплексе. Например, Архикад очень хорошо интегрируется с инженерным BIM. У нас сейчас в Ижевске проходит конференция, которая позволяет показывать, как вот эти вот инструменты, вот этот и вот этот инструмент объединить между собой и получить такое комплексное решение. Архитекторы работают в Архикаде, а инженеры работают в инженерном BIM и создают одну сводную модель здания с пониманием, с расчетами, с выпуском рабочей документации, с пониманием, где происходят коллизии по компоновке оборудования и тому подобным вещам. То есть такой целый комплекс. А инженерный BIM базируется на платформе NanoCAD и образует вот такую вот очень хорошую связку. Понятно, что еще может быть не все. Например, там ТЭКЛИ, например, у нас сейчас мало замен, и мы сейчас занимаемся разработкой вот в этом направлении, чтобы конкурировать или взаимодействовать, дорабатывать ТЭКЛУ и так далее, так далее, так далее. Геоника сейчас идет в направлении интеграции. Например, Земля должна объединиться с архитектурой, инженерными коммуникациями вот этого объекта, да, провести такое взаимодействие друг с другом. Это все, все-все-все-все, то, в чем мы варимся, то, в чем мы занимаемся, то, что мы развиваем. И благодаря тому, что у нас есть такая система, как NanoCAD, у нас появляется возможность заниматься вот этими развитием, развитием технологий, развитием концепций и повышением автоматизации труда инженеров-проектировщиков. Вот в этом-то как раз и есть суть нашего проекта, что мы делаем не просто саппроплатформу западную, мы делаем фактически такую операционную систему в мире САПР и на базе них выстраиваем специализированные вертикальные решения, которые позволяют вам автоматизировать какую-либо специальность проектную, объединяя это все в единое целое, в единый комплекс, проектный комплекс, который уже внедряется внутри организации проектных подразделений и компании. Для чего мы делаем? Собственно, я вот подвел, это наш итог моего вебинара, что платформа NanoCAD – это достаточно хороший инструментарий, который разрабатывается у нас в стране, который удобно лицензируется, который сделан под нашу страну, под наши требования и который можно развивать. Мне кажется, это одно из самых ключевых моментов самого NanoCAD. И если представить, я историю в начале моего вебинара проводил, что было там в 90-х годах, в начале 2000-х годах, и то, что сейчас, мы, конечно, находимся сейчас на совершенно разных позициях того времени и этого времени, и, в общем-то, с уверенностью смотрим вперед в будущее, понимая, что мы, кажется, делаем правильное дело. Где взять NanoCAD? Это вот финальная моя часть. Я надеюсь, я возбудил у вас интерес к нашему программному продукту, вложил понимание, зачем мы это и что мы делаем. То теперь можно взять этот программный продукт в использовании… Все очень просто. Сайт www.anoCAD.ru Там находятся и системные требования, там находится и описание программных продуктов, там можно получить оценочные версии программного продукта, там можно выйти на дилеров, которые работают в вашем городе, которые могли бы вам помочь. И плюс еще я вот рекомендую всякие вопросы, ответы. Это форум NanoCAD.ru, очень хороший ресурс, на котором и наши разработчики, и наши пользователи общаются и обсуждают как вопросы использования программного продукта, так и вопросы развития программного продукта. Тоже такой интересный ресурс. Все вот эти инструменты, исходные материалы, я вам делаю направление. Потом, по стоимости. NanoCAD есть в коммерческом режиме, и на сайте NanoCAD.ru вы увидите цены на различные программные продукты. У нас разные формы поставки. Пожалуй, мы одна из самых удобных компаний в этом плане. У нас есть как локальные, так и сетевые версии, как временные, так и постоянные лицензии, как с привязкой к ключу, так и без привязки к ключу. Огромные схемы, разные варианты, и во всем этом можно разобраться, либо через дилеров, проконсультировавшихся у дилеров, можно понять, как это работает. У нас есть, так называемые, учебные лицензии. NanoCAD можно использовать бесплатно внутри учебного подразделения, в рамках учебных подразделений. Не обязательно высших учебных заведений, любых, средние, специальные, любые. Для этого надо зайти на сайт NanoCAD.ru, зарегистрироваться как учебное заведение и получить доступ в личный кабинет, и там уже появляется... Мы подтверждаем вашу анкету, рассматриваем анкету, подтверждаем ее, и вы можете скачать любой программный продукт, который у нас есть, и в том числе, который я сейчас озвучивал. У нас есть для... Если вы не представители учебных заведений, у нас есть так называемые оценочные лицензии, и очень легко их получить на сайте NanoCAD. А, вы не видите мой экран. Вы можете выйти на сайт NanoCAD.ru slash 10. Это такая быстрая страница, в которой и описаны базовые функциональные возможности продукта, и можно получить, скачать дистрибутив. Это займет у вас буквально 3 секунды. И я еще обращаю внимание, что на Накад даже оценочная лицензия, это полнофункциональная 30-дневная версия, но после 30 дней она переключается в так называемый мягкий демо-режим. Он и сохраняет, он и печатает, он и позволяет осознать весь функционал программного продукта, не отказываясь от него, просто напоминает, что вы работаете не в коммерческом режиме. Вот и все. Но все остальное, весь функционал вам доступен, и он будет в таком режиме, на Накад 10, будет работать до февраля 2019 года. Так что пользуйтесь, используйте в своей работе. Так, по поводу того, где взять видеоуроки и материалы. Вот в ресурсах у вас есть плейлист, что такое Накад. Так, я сейчас попробую включить экран, чтобы все-таки видно было мой экран. Так, высокое качество, начать трансляцию. Видите мой экран, да? Я вам покажу два вот этих исходных ресурса. Накад.ру.слэш10. Это страница, на которой можно скачать Накад. Ага, видите. Скачать Накад, посмотреть видео презентационное. Здесь есть описание интерфейса функционала, что мы умеем, что мы делаем, какие у нас интерфейсы. Такая интерактивная страница. Ссылка на дилеры и так далее. И эта же страница позволяет нам... А, да. Если вот по ресурсам выйти на плейлист, у вас откроется вот такой плейлист, который рассказывает в целом о Накаде, что он делает. В большом случае такая краткая видеопрезентация того, что я сегодня рассказал. И вы можете посмотреть. И там же на сайте Нанакад, ну вот в группе Нанакада, это же плейлист Нанакад, да? У нас есть огромное количество разных видеоматериалов, как Нанакад с технологией информационного моделирования взаимодействует, как каждая вертикальная. В том числе есть видеокурс на платформе Нанакад. То есть можно в таком режиме простых, несложных уроков выучить, как работает Нанакад и какие инструменты в нем есть. Там 70 видеоуроков, которые последовательно рассказывают, что и как работает. Есть еще учебники. В общем, материалов огромное количество. Вы найдете и в интернете, и на сайтах. Если вы наберете еще путь к Нанакад, есть книга Николая Полищука. Говорят, даже есть в открытом формате, в PDF-формате. Ее можно купить в твердом переплете в магазинах. Не надо нам скидки. Вы можете скачать ее, вернее, купить и почитать. А можно найти в PDF-формате в интернете и почитать тоже такая хорошая, удобная книга, которая пока рассказывает о том, как использовать Нанакад, как перейти на Нанакад и изучить его. Такий базовый функционал его. Поэтому все доступно, все изучайте с удовольствием. Видели бы вас в числе наших пользователей. Готовы с вами сотрудничать и взаимодействовать. Так, стол, я свой останавливаю демонстрацию. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Так, сколько стоит? Есть у меня Александр Владиславович Шантарин спрашивал, сколько стоит коммерческое использование на Нанакад электро. Это все есть на сайтах. Я попробую, вы еще e-mail свой указали. Я пришлю вам предложение, вернее, передам нашим дилерам. Они постараются с вами связаться и рассказать такие базовые вопросы, ответить. Так, рамки по ESKD встроены или нет? Встроены. Можно и учителю получить бесплатную лицензию на Нанакад механикам. Можно зарегистрироваться на сайте на Нанакад.ру, как учебное заведение. И вы получите либо локальные, либо сетевые, как вы захотите. Так, дополняется Кредо ГАЗ, Аспо ГАЗ. Есть ли вот такие возможности дополнения у Нанакада? Ну, Кредо ДАТ – это самостоятельная вообще программа. Они просто делают импорт-экспорт данных, и они в формате DXF, соответственно, мы принимаем эти данные и с ними работаем. Аспо ГАЗ – это узкоспециализированное решение, применяемое в Газпроме. Собственно, мы с ними очень активно сотрудничаем, они из Санкт-Петербурга. И мы планировали вот к ноябрю этого года выпустить, чтобы Аспо ГАЗ работал на платформе на Нанакад. Не знаю, в каком там состоянии. Ну, вот по состоянию на лето вроде бы там основная масса проблем была решена, но сейчас не знаю. В общем, там идет работа по их портированию на платформе на Нанакад. По идее, они должны скоро объявить о поддержке на Нанакад. Адаптация реализована. Адаптация непонятно чего. Мы, кажется, уже настроены под наши стандарты. Но если чего-то не хватает, мы готовы обсуждать, что можно. В сравнении с Тифлексом. Тифлекс – это узкоспециализированное машиностроительное приложение. Я вот как раз вернусь вот на эту страничку. Вот здесь. Тифлекс находится вот в этом диапазоне. Вот в этом участке. Ой. Вот в этом участке. Вот. И он скорее конкурирует на Нанакад Механика. То есть вот на Нанакад Механика она конкурирует с такими продуктами, как Компас, как Тифлекс, как Solidworks, как Инвектор. Вот в этом диапазоне. А дальше надо смотреть, потому что применение очень много под разные направления. Так. Кредо-дат геологические изыскания. Да. Кредо-дат геологические изыскания. Программный продукт самостоятельный, который выбрасывает информацию в формат DXF, DWG. То есть они проводят... Вы изыскания проводите, получаете эти колонки, рассчитываете, аппроксимируете все это, получаете геопласты в формате кредо, а потом формат Нанакада вы из кредо экспортируете в формат Нанакада DXF или DWG. И открываете того. Это классическая работа во всех проектных организациях. Такая схема. АСПО ГАЗ – это расчет давления в газопроводах. Да, они рассчитывают это все, но у них есть решения, которые базируются на Автокаде. АСПО ГАЗ – это не только расчет давления, у АСПО целый комплекс программных продуктов. Сами расчеты независимы, а вызов и оформление этих отчетов внутри DWG-платформы, САПР-платформы, осуществляется через приложение. Вот это приложение должно запуститься на Нанакаде. Запустить только разработчики АСПО могут. Мы с ними взаимодействуем, они сейчас в процессе этой работы. Надеюсь, что в ближайшее время закончат. Теперь услышали? Так, еще вопросы. Пока вроде вопросы пропали. Настройка для АВИК. Вопросы для ОВЭ – отопление, вентиляция и кондиционирование. Смотрите, отопление, вентиляция и кондиционирование состоит из двух частей. Водяное отопление – это у нас есть. Это в рамках Нанакад инженерный БИМ, в рамках отопления. Это отопительная часть. Вентиляция и кондиционирование, воздух, он пока еще в разработке. Пока еще нет, но тоже в ближайшее время, скорее всего, появится. Так что следите за нашими вопросами, за нашими развитием. Отлично, все хорошо, Роман Александрович, ответ принят. Все, спасибо большое. Больше вопросов нет. Мы чуть-чуть, полтора часа у нас получился вебинар. Так, планируется ли создание инструмента, создание PDF-файла, нескольких чертежей в один многостраничный PDF, альбом с созданием гиперссылок, как требует законодательство в рамках подачи проектных задач на экспертизу. Смотрите, этот функционал есть. Вы можете создавать один PDF-файл многостраничный внутри Нанакада. В этом никаких сложностей нет. Это стандартно. Создание гиперссылок, если у вас внутри чертежа были гиперссылки, они попадут, насколько я помню, в PDF. Если нет, надо анализировать. В общем, здесь требования законодательства, проектной экспертизы, они чуть-чуть размыты и не всегда правильно формулируются. Но вообще технически это возможно делать сейчас. Другое дело, что у них есть идея создать это прям как гипердокумент. Но мы его создадим, в чем вы просматривать его будете. Вот в чем тонкость. И здесь надо решать целый комплекс. Мы тоже сейчас взаимодействуем с экспертизами по этому вопросу. Если честно, никто не может внятно сформулировать, что именно надо. Поэтому мы и чуть-чуть подвисаем. Но если кто-то сформулирует, то реализовать это в программном продукте мы реализуем. Никаких сложностей. В том объеме, в каком можно было сейчас реализовать, мы это сейчас реализовали, на мой взгляд. И в частности сейчас... Да, смотрите, еще сейчас выпускаю на рынке 10.0. А мы на следующей неделе, по всей видимости, будем выпускать обновления на Накад 10.1. В частности, под экспертизу у них одно из требований, это чтобы в PDF тексты были поискабельные. Ну, то есть можно было поиск осуществлять по ним. Это вот как раз 10.1 будет подавать, разрешать. По подаче... Так, сейчас, Сергей Александрович, я на Ваш отвечу чуть попозже. Я только с Никитой Владимировичем сейчас отвечу. По подаче модели на экспертизу BIM-модели. Новостей нет? Опять же, все упирается в понимание того, что такое BIM-модели. Внутри на Накада... У меня сейчас виден экран, да, на Накада или нет? Нет. Так, сейчас включаю тогда демонстрацию. Я сейчас начал трансляцию, просто покажу. Внутри на Накада есть возможность импортировать IFC-модели. Видно сейчас, ага. Вот. Это делается через специальную панель. Она называется IFC-панель. Я сюда могу импортировать различные IFC-данные. Ну, например, я могу сейчас зайти... И импортировать сюда... Ну, давайте попроще сейчас отопление. Тоже самое отопительное модель. Вот это те модели, которые мы генерим сейчас из Накада инженерного BIM-а. Там вот параллельный вопрос был. Комплекс это модель-студия или это отдельный? Это не модель-студия. Инженерный комплекс, инженерный BIM, это не модель-студия. Это отдельный программный продукт, отдельный комплекс, который работает на чуть других участках. Просто модель-студия больше отвечает за пром-объекты и технологическое оборудование. А Накад инженерный BIM, это инженерка внутри здания. Вот если ее смотреть, то что это такое, то это вот за вот эти инженерные системы... Я сейчас включаю точную. Сетку отключу. Вот. Так, ну, наверное, не с показом, а просто точную. Ну, вот батареи, например, да. Это объекты, которые сейчас лежат в нашей модели. Если я сейчас выделю его, то вот здесь вы увидите все свойства этого радиатора. Что это высота подключения такая-то, нагрузка такая-то, коэффициент теплоотдачи такой-то, а вообще производитель рефар компании. И любой объект, который я сейчас буду выделять, вот, например, какой-нибудь клапан балансировочный, то я его выделяю. И здесь в свойствах эти все переменные, стальной, компании Zetcama польский. То есть все характеристики его занесены, и вы их все видите внутри нашего BIM-модели. Это все вот хранится в IFC-файле, и вот этих IFC-файлов внутрь Nanocad вы можете импортировать сколько угодно. Ну, вот давайте я сейчас систему безопасности, например, занесу. Это все проектируется внутри Nanocad инженерного BIM-а и работает. Соответственно, зачем разделять внутрянка-невнутрянка? Это разделяется не внутрянка-невнутрянка, это условное разделение, потому что расчеты разные. В рамках промобъектов другие расчеты, другие нормативы. Вот эти модели, они не просто, ну вот у меня система безопасности появилась, это вот болидовское оборудование, отвечающее за резервное питание, за оповещение и тому подобные вещи. Вот эти все инженерные системы, они подчинены определенным законам, определенным расчетам инженерным. И разделяется не по внутрянка-невнутрянка, а по именно применению нормативов, стандартов. Условно говоря, проще всего это распределять именно в головах людей, именно то, что это относится к изданиям, это относится к инженерным коммуникациям за пределами здания или технологического оборудования. И эти программные продукты не только моделируют. Вот если мы говорим о Nanocad инженерном BIM-е, вот об этом комплексе, то он объединяет в себе три задачи. Он определяет моделирование, расчеты и выпуск рабочей документации. Это кабельные журналы, спецификации, спецификация оборудования и так далее, заказные спецификации и так далее, монтажные схемы. То есть различная уже генерация вот из этой вот модели различной отчетной проектной документации. Но в экспертизу она хочет помимо рабочей документации, она хочет еще получать примерные модели. И трехмерные модели, их нужно в чем, ну вот в каком-то формате передавать. Это формат IFC сейчас, открытый формат, самый популярный. Мы готовы их передавать. Но проблема в том, что экспертиза, она не знает, в чем их видеть. Они не знают, в чем их просматривать. И вот в этом основной затык того, что происходит. Газоснабжения у нас нет, это планируется в рамках скорее Model Studio. Ну, по крайней мере, сейчас у нас этого нет. Это в рамках Model Studio, но это уже больше к промпроектированию. И ГАЗ рассчитывается по своим принципам. Как раз Аспо ГАЗ занимается расчетом этих всех вещей. И они интегрируются с Aveva, SmartPlan и Model Studio комплекс. Переход Model Studio на 10-й я не знаю. Я разработчик все-таки платформы. Model Studio – это вопрос к Model Studio, когда они будут поддерживать более свежую версию платформы на Накад. Сейчас, насколько я помню, они поддерживают 8,5. Вот. Никита Владимирович говорит, что этой осенью должны. Наверное. Я очень надеюсь. Но это не ко мне вопрос, это не мой вопрос. Сейчас, в данном случае. Так. Ага. Ну, вот, смотрите. Параллельно, пока я вам рассказывал, я вот сейчас собрал сводную модель, состоящую из трех инженерных частей. Это система безопасности, это отопление, это электрика. Но также я могу сюда потихоньку притаскивать и другие разделы. А хотите, могу подложить сюда в качестве внешней ссылки. Могу положить... Ага, сейчас автосохранение произойдет. Могу положить ДВГ-чертеж, например, архитектурной части, и вы увидите, как это все собирается в одно целое, в рамках одного здания. В одно целое, в один комплекс. Сейчас у меня автосохранение произойдет. Информации много. И сейчас попробую положить архитектура. Надеюсь, это не вся трехмерная архитектура, а только частичная. То есть внутри нанокада мы сейчас можем собирать разные форматы. Облакаточки, я вам показывал до этого, IFC, формат ДВГ. Ага, тут вся модель сейчас придет. Ну ладно, бог с ним. Нулевые координаты. Вот такая вот архитектурная модель. И видно, что у нас сейчас происходит совмещение архитектурной и инженерных моделей в одно целое, в одну связанную модель. При этом формат инженерного оборудования сейчас в формате IFC, информационного моделирования. А коробка здания, она в формате ДВГ. Ну просто я вот, хотя тоже мог привезти сюда IFC модель. И так потихоньку-потихоньку наполнять. Нет изображения? Так, стоп. Сейчас попытаюсь. Вот переключение на модельку. Сейчас попытаюсь. Рабочий стол. Я уже в пятый раз скачиваю эту программу, которую должен демонстрировать экран. Вот, по идее, показал. По идее, вы сейчас должны видеть. Ага. И тогда возвращаюсь в накат. Жалко, процесс не был виден. Но я просто вставил XREF ссылку. Вот корпус здания, это XREF ссылка, обычная внешняя ссылка. И она загружена, ну, стандартным путем. Она была получена экспортом из Архикада, хотя можно было там и IFC. Я сейчас просто показываю, что разные форматы можно объединить между собой. А инженерные коммуникации, они принесены в формате IFC через панель IFC. Ну давайте на ваших глазах сейчас еще раз проимпортирую. Ну какую вы модельку. Так, отопление занес, систему безопасности занес, электрику занес. Ну давайте вода, канализация. Добавлю. Сейчас прямо у вас на ваших глазах. Я в эту модель проимпортирую IFC модель. И вот по идее вот это надо отдавать экспертам. Вот эти модели отдавать. Но вот вопрос дальше, что с этими моделями будут делать эксперты, сейчас нет никакой стандартизации на эти модели. Как они должны содержать, какие параметры должны содержать. Ага, вон наши инженерные, вон они там появились. Наши канализационные трубы, как вы видите, да. И если мы наверх пойдем, то вон самотехническое оборудование появилось там внутри. Унитазы там и так далее, да. Если я сейчас возьму из здания, например, вскрою. Вот наша инженерная часть нашего инженерного объекта. Инженерная часть здания, она отображается у вас здесь. И все это можно собирать. Но вот как это эксперты будут воспринимать, как они это будут просматривать, это большой вопрос, вокруг которого все пляшет. Никакой стандартизации, какие параметры должны, должны ли, в каком объеме они должны занести. Но я сейчас очень плотно эту информацию, любую информацию мы заносим. Но вот если я возьму сейчас какой-нибудь светильник, вот, например, да, там, обычный люминесцентный светильник, выделю его и зайду в свойства, то я вижу в свойствах у него практически все параметры. Что этот светильник относится к рабочему освещению, что падение напряжения такое-то, рабочая нагрузка такая-то, на такой-то автомат повешено, что это такое-то производительные световые технологии и так далее. Там, на самом деле, вот в этом софте у нас есть возможность вплоть до того, что я могу нажать на кнопку и узнать, есть ли на складе у производителя, например, есть такая компания ETM в Петербурге, которая занимается поставкой электрооборудования на рынке. Я могу узнать вот этот светильник, есть ли на складе, сколько он стоит, если его нет на складе, да, какой есть аналог и какие сроки поставки. То есть я могу очень много информации получить вот из этого вот одного объекта, если эту информацию закладывать в эту модель. То есть мы в этом плане ничем не ограничены и готовы к достаточно подробному проработке. Но вот что рынок готов воспринимать, как это умеют работать, это вот большой вопрос. То есть в этом плане технологии готовы, а вот пользователи и рынок в целом еще надо готовить, и это нужно развивать. У нас потихоньку уменьшается количество, потому что мы уже пошли в такие технические инженерные детали, но это, наверное, уже сработала наша рассылка, потому что пришли еще инженеры, которые уже задают вопросы. Конфликты пересечений. В нанокаде никак, для этого используются отдельные софты, их тоже целый класс. Есть Solibri, есть Tecla BeamSight, есть Cadworks, наш программный продукт, в котором все уже коллизии междисциплинарные. Там не только физические пересечения, там огромное количество коллизий. Там логические, там инженерные проблемы, неправильно заложено оборудование и так далее, так далее, так далее. В чистом нанокаде это просто визуальный сбор вот этих моделей сейчас. В чистом нанокаде вы этого не найдете. Нужно использовать специализированные софты, в которых это можно было бы реализовывать. Вы прям хотите в одном софте все задачи сразу решить? Такого сейчас не бывает ни у кого. То, что вы сейчас задаете все вопросы, это комплексы программных продуктов, это использование различных программных продуктов, которые увязываются между собой в единое решение. Потому что если это делать, требовать от одного разработчика, это будет безумное по цене решение, это будет очень сложное в поддержке решение и очень сложно внедрять. В нанокаде обычной проверки на коллизии в нанокаде нету. Сергей Александрович, я уже третий раз вам говорю об этом. Нанокад это кульман, это саппор-система базового универсального применения. Проверка коллизий, это должно быть очень специфическое. Какие коллизии вы будете проверять, что именно вы будете проверять. На соответствие стандартам, каким стандартам. Их миллионы сейчас. И поэтому пока не стандартизована область, этого нет в базовых универсальных саппор-системах. Есть в отдельных специализированных решениях. Разных 3D-тел друг с другом. Вы посчитайте просто физическое пересечение одного объекта с другим, это ничего не дает для проектировщиков. Оборудование. Вы уже хотите знать специфику. Вы хотите уже знать, а может ли эта труба пересекаться вот с этой трубой. А может ли эта стена пробиваться вот этой трубой. А можно ли это оборудование ставить вот в таком помещении в соответствии с классом взрывоопасности. Это уже пошли специфические расчеты. Это уже пошла специфика. Для газа одно, для нефти другое, для общественных зданий третье. И поэтому любая труба с любой трубой, любое оборудование с любой трубой, вы получите миллион пересечений, потому что одна стена будет состыковаться с другой. И она должна состыковаться. А вы ее будете видеть как коллизия. Или перекрытие со стеной. Поэтому, Сергей Александрович, там не все так просто, как хотелось бы. Там очень много условий, там очень много погружений. Если внимательно анализировать, там очень много всего. Всяких тонкостей и особенностей. И ровно поэтому и существует огромное количество спецрешений, заточенных под предметную область. Поэтому саппорт-системы разваливаются на огромное количество подсистем. И в реальном проектировании используются связки решений между собой. Так, коллеги, ну в принципе, вот то, что я хотел рассказать, я рассказал. Я думаю, что огромное количество информации вам дал. Еще раз призываю вас посмотреть на Нанокад. Зайдите на наш сайт, скачайте демо-версию. Посмотрите, насколько она применима в вашем условиях. Если вы представитель учебного заведения, зарегистрируйтесь как учебное заведение. Получите полноценную бесплатную лицензию. Если вы проектировщик, получите оценочные лицензии и демо-режим. Посмотрите, поизучайте наши программы-продукты. В любом случае, я хотел бы завершить тем, что сейчас в России появились технологии, которые способны конкурировать с западными решениями. Это то, о чем говорят импортозамещение и всякое такое. Мы и без этого, без лозунгов пришли к этой концепции и шли долго. Но мы сейчас действительно получили очень интересное решение, отечественное, развиваемое, заточенное под специфику России и развиваемое под специфику России. Поэтому делали это решение для вас. Пользуйтесь, изучайте, вникайте, внедряйте, рассказывайте коллегам, показывайте ученикам. Мы будем только рады. Нам очень хочется, чтобы эти системы действительно приносили пользу всем нам и развивали наш рынок. Спасибо за внимание. Вопросы, если есть, еще я готов на них некоторое время поотвечать. А так, приглашаем на наши ресурсы взаимодействовать. И большое спасибо организаторам вебинара за то, что позволили нам рассказать о наших программных продуктах. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо большое Денису за интересный рассказ. Мне кажется, сегодня вебинар удался. Было много вопросов и было много участников. Спасибо участникам за то, что так долго остаетесь с нами, не покидайте нас. Потому что, видимо, тема была очень интересна. Видимо, Дениса мы и дальше будем приглашать к нам в Директ-Академию, раз у нас такой большой интерес. Вот, ну, от себя хочу сказать, что я вас приглашаю на другие вебинары Директ-Академии. Я надеюсь, мы на них встретимся. Всего доброго. До новых встреч в Директ-Академии. До новых встреч в Директ-Академии.